здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал высказывание о рабах значит поторопился я уйти с этого сайта с которого читал про йозефа геббельса оказывается вот тут вот написано можете сами ссылку вам оставляю можете пройти вот тут вот смотрите интересные найдете высказывания о боге о вере о рабы сыновство много вот тут смотрите всяких разных чуть-чуть вам зачитаю о рабах а далее вы можете сами смотрите тут сколько вы найдете интересных вот страницы как минимум вот четыре есть я вам хочу зачитать первую поехали из бывших рабов получается самые жестокие хозяева роберт харрис помпеи на что восстал наш просвещенный век рабом пред богом зваться не желает прочти завет ленивый человек ведь там господь к сыновству призывает устроив мир подобием тюрьмы бесстыдно пред отцом играть словами мы не рабы писать рабы не мы оставьте зло и будете сынами проторей алексий зайцев рабы всегда боялись брать свои руки то что испокон веков в руках господ джулиана вильсон нет сильны мы найдем дорогу нам ничто не преградит пути нас идущих светлой цели много мы туда не можем не дойти не страшась кровопролитной битвы мы пойдем как буря на пролом пусть кому-то быть из нас убитым никому из нас не быть рабом муса джалиль однажды здесь восстал народ и став творцом своей судьбы извел под корень всех господ теперь вокруг одни рабы игорь губерман современные рабы экономическое принуждение рабов к постоянной работе современный раб вынужден работать без остановки до смерти так как средств заработанных рабом за один месяц хватает чтобы оплатить жилье за один месяц еду за один месяц и проезд за один месяц поскольку денег хватает у современного раба всегда только на один месяц современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти пенсия также является большой фикцией так как раб пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду и у раба пенсионера не остается свободных денег вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдо нужные товары которые навязываются рабу с помощью тв рекламы пиара расположения товаров на определенных местах магазина современный раб вовлечен вовлечен в бесконечную гонку за новинками а для этого вынужден постоянно работать третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм судного процента с каждым днем современный раб должен все больше и больше так как современный раб для того чтобы рассчитаться с процентным кредитом берет новый кредит не отдав старый создавая пирамиду долгов долг постоянно висящий над современным рабом хорошо стимулирует современного раба к работе даже за мизерную плату четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве современный раб считает что работает на государство но на самом деле раб работает на псевдо государство так как деньги раба поступают в карман рабовладельцев а понятие государство используется чтобы затуманить мозги рабов чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными и почему рабы не имеют доли прибыли и кому конкретно перечисляются деньги выплаченные рабами в виде налогов пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции или периодически искусственно устраиваемых дефолтов которые не позволяют гражданам экономически развиваться разорившись заново начинает свое дело с нуля рост цен при отсутствии роста зарплата раба обеспечивает скрытое незаметное ограничение ограбление рабов таким образом современные раб нищают все больше и больше шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране этот механизм и нуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и терпеть кабальные условия так как других условий у рабов просто нет и убежать рабам ни на что и некуда седьмым механизмом заставляющим раба бесплатно работать является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба реальной стоимости товара который произвел раб и доли зарплаты раба которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью которую рабовладелец забирает себе для того чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли не требовали отдать заработания их отцами и дедами прадедами и прапрадедами и так далее является замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории так кто написал очень интересного расклад вот такой вот нету идут рабы пахать в сады нелеп и тяжик этот труд из тех садов не есть плодов в древние времена были боги и рабы а сейчас правительство и мы простые работяги разноглазый блондин самый подходящий вариант для работодателя глухонемой готовый за буханку хлебу свернуть горы я вижу в россии два состояния рабы государевы и рабы помещичьи даже свободных людей в россии нет кроме мини нищих и философов мы все рабы своей судьбы раз так наивны и глупы умом века не можем и понять свободу как с судьбой согласовать он жизнью жил не сбывшихся надежд виня во всем учителей не вешт но знать должны рабы и господа и мости содержались не животные а люди устроители создавали иллюзии в виде целых деревень негров эскимосов и индейцев бывало что негров помещали вместе с обезьянными в одной клетке что подтвердит теорию Дарвина о переходном звене животных в человеку последние клетки с неграми ликвидировали зоопарки Базеля и Турина в 1935-1936 годах меньше 80 лет наму назад впрочем а в это время на территории Северной Африки в начале прошлого века если кому не понятно это было примерно в 1900-х годах было около миллиона белых рабов их захватывали мусульмане и пираты на судах совершались набеги на прибрежные деревни продавались за долги в самой Африке информация к размышлению всего-то сто лет назад вот такая вот интересная информация ребята кому будет интересно заходите на сайт и проходите вот на следующие страницы спасибо за внимание до свидания до свидания